Здарова, народ! Сегодня мы с вами будем говорить о самой часто когнитивном... Сегодня мы с вами будем говорить о самом популярном когнитивном искажении, то есть ошибке мышления, под названием чтение мыслей. Данное когнитивное искажение приводит к куче проблем, и сегодня я вам расскажу, каким именно, и как избавиться от этого когнитивного искажения. Для начала эксперимент. Попробуйте посмотреть на меня в течение 10 секунд и угадать, о чем я думал. И напишите свое предположение, свое гадание в комментариях, о чем я думал. Поехали! Я думал о коте-барабанщике. Кто-нибудь угадал? Все чтения мыслей это чисто сугубо субъективная штука, зависящая от ваших внутренних убеждений о себе, о мире, о людях. Если вы думаете, что вы оху**ный, то вам будет казаться, что все вокруг думают, вот он красавчик, вот красавчик. А если вы думаете, что вы, допустим, тупой, недоумок, то будет вам казаться, что сейчас кто-то вам что-то хочет сказать, типа уловить вас в каком-то затупе. Эм, он должен быть умным, что еще? Александра Борисовича, командир отделения учебного завода. Ну, все самые хорошие качества, что есть. Сука, дебил. Тихо! Самое ужасное, к чему могут привести когнитивные искажения, это к самосбывающемуся пророчеству. Это, допустим, когда вы думаете, что коллеги по работе не хотят с вами общаться и вас недолюбливают. Вы закрываетесь и сидите у себя в углу и не общаетесь с ними. Они же, в свою очередь, видят, что вы что-то там закрылись, не хотите разговаривать, и они не хотят вас напрягать, и поэтому с вами не общаются, чтобы лишний раз вас не напрягать. А вы, в свою очередь, думаете, вот, не общаются со мной. Видите, я прав был, что они меня недолюбливают, и они хотят со мной общаться. Хотя дело тут чисто в реакциях. Поведение других людей зависит исключительно от вашей реакции, поведения. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Если вы думаете, что человек хочет на вас наорать, и вы сразу же включаетесь в контратаку, так смотрите на него и так злобно немножко что-то хотите сказать, он уже смотрит на вас, думает, что это ты так на меня смотришь, типа, и тоже может насторожиться, начать смотреть серьезно. И факт притягивания вот этого самозбывающегося порочества ввиду своих реакций, иррациональных, происходит. Или, допустим, у вас порвались, там, не знаю, штаны где-то, и вы так закрываете это место, думаете, что вот сейчас все сюда смотрят, а вы только об этом и думаете. И люди не могут читать ваши мысли. Единственное, что они могут сделать, это обратить внимание на вашу реакцию, что вы ведете себя как-то неестественно, что-то вот там закрываетесь, так как-то наклоняете, укрываете что-то. Могут обратить внимание, что именно вы там закрываете, и увидеть вашу дыру. А если бы вы уверены, вообще они не думали об этой дыре, и так щеголяли как бы, то велика вероятность, что вообще бы никто и не заметил эту дыру. Но, конечно, могли и заметить, если она вот такая. Так что же делать? Как не читать эти надуманные мысли других людей? Как только вам пришла мысль о том, что кто-то подумал о вас что-то плохое, спросите себя, а где доказательства? Он вам об этом говорит. Доказательством будет, если он вам об этом прямо скажет в лицо. Тогда да. А так он может думать о чем угодно. Жена, придя с работы, расстроена, может быть далеко не из-за вас, а потому что у нее на работе произошел какой-то конфликт. Поэтому, после осознания, что доказательств нет, что другой человек думает, что вы такой-то, такой-то, сякой, дальше продумайте другие варианты, почему он сейчас серьезный, или вообще о чем еще он может сейчас думать. Вариант с разнообразными вариациями того, о чем думает другой человек, также можно использовать в страхе о будущем. Допустим, вы боитесь, что вы сейчас что-то хотите вот сделать, и думаете, блин, я это сделаю, и сейчас все после этого подумают, что я такой-то, сякой, такой вообще ужасный человек. Например, вы хотите познакомиться с девушкой на улице. У вас приходит самый ужасный в голову вариант, что она обсмеет меня, откажет, засрет, кажется общая знакомая, к которым она еще расскажет об этом. И это будет полное унижение. Вот самый ужасный вариант, который вы себе в голове можете представить в данной ситуации. Что вы делаете, чтобы избавиться от тревоги и страха? Вы представляете самый лучший вариант для начала, самый прекрасный вариант, то, что да, она захочет познакомиться, даст свои контакты, вы будете смеяться много, вам будет весело, радостно, прикольно, вы погуляете, чуть ли не влюбитесь в друг друга, может, даже поцелуетесь уже. Ну и вообще, какой вам вариант вам придет? Самый потрясающий для вас, вот представьте его. И теперь у вас есть самый херовый вариант и самый потрясающий. И теперь вам надо придумать пять промежуточных вариантов между этими двумя крайностями, идя от самого плохого. Допустим, она откажет мне, но общих знакомых у нас не окажется. Потом вариант другой. Она мне мило ответит, но не даст свои контакты, потому что у нее есть парень. Третий вариант. Она не откажет мне, потому что у нее есть парень, но контакты свои даст. Следующий вариант. Она даст мне свои контакты, но в моменте мы пообщаемся сухо довольно и никуда не погуляем. Или вариант, она скажет, что мне сейчас не нужны отношения, но пообщаться просто можно. Продумывайте эти вот пять, можно десять даже, даже лучше будет. Вариантов. И главное, осознайте, что в жизни всегда чаще всего происходит где-то промежуточный вариант. Где-то вот из этих пяти вариантов происходит. Не самый прекрасный, невероятный и не самый ужасный, ужасающий. Где-то промежуточные варианты всегда происходят. И когда вы делаете это действие, которое вы боялись, происходит какой-то вариант, это все, отметьте это. Какой вариант произошел? Действительно ли промежуточный? Тогда в будущем будет проще идти на это страшное событие, потому что вы будете понимать, что так произойдет промежуточный вариант. Промежуточный вариант произойдет, а не самый ужасный. Также это развивает в целом ваше гибкое мышление. То, что может быть что угодно, он может себя вести из-за чего угодно так. А также вообще создание позитивного варианта, думание о том, что человек сейчас у вас что-то хорошее тут думает, может привести даже к позитивному, самовызбывающемуся пророчеству. Тут нет никакого притяжения мыслей, вот это вот все, никакого волшебства. Чисто дело в реакциях, в невербалике. Был эксперимент, когда взяли 10 парней и 10 девушек, организовали 10 свиданий, но десятерым перед этим сообщили, что вот человек, с которым вы на свидании, сообщил до этого, что вы ему непривлекательны. А другим десяти сказали, что человек, вот с которым вы сейчас на свидание идете, сообщил, что вы ему нравитесь больше всех из предложенных партнеров. Там никак не подбирали характер и ничего, но свидания, где люди ожидали, что партнер напротив симпатизирует им, прошли гораздо лучше, потому что вы по-другому реагируете на все. Где-то больше там улыбаетесь, радуетесь, по-другому к человеку относитесь. И естественно, это улучшает ваш контакт и производит своего рода самовызбывающиеся пророчества. Поэтому думать о всех людях, что они думают о вас что-то плохое не приведет ни к чему хорошему. Итак, закрепим, закрепим сейчас. Что же делать? В первую очередь, ищите доказательства того, что он думает так о вас. Доказательств нет, едем дальше. Придумывайте другие варианты того, как вот человек может думать сейчас о чем. Там, о работе своей, о девушке. Или может думать о вас, что вы вообще красавчик. закрепили эти варианты тоже. И далее, вы погружаетесь дальше в свои привычные, в то, что вы и делали до этого. То есть, вы же что-то делали, делали, хоп, человек зашел, он такой, о, он думает там что-то про меня, такие, так, а где доказательства? Доказательств нет. А о чем он еще может думать? О том-то, о том-то, о работе, о том-сем. Он может думать, что я вообще молодец, так-то, да, так-то может думать. Что угодно может думать. Я не могу читать мысли чужих людей. И дальше, начинай заниматься своими делами дальше. То есть, сделали все эти когниции правильно, и дальше погружаетесь снова в свои дела, которые вы делали. То есть, прям четко про себя проговаривать. Доказательств того, что он обо мне так думает, нет. Он может думать, о чем угон-то. Об этом, об этом, об этом. Люди не умеют читать мысли других людей. И в свои дела. Также помните об этом, и когда вы хотите что-то сказать другому человеку. То, что вам не нравится, допустим. Люди не умеют читать мысли ваши. И он ничего не поймет просто так. Вам поможет здесь только тайная, секретная техника рта. Просто скажите ему об этом. На этом все. С вами был психолог Александр Абатуров. Пока!